Второй зимний день. Краснодар продолжает находиться под снегом. Зимняя сказка настоящая. И дома, и деревья все укутаны снегом. Необычно, конечно, видеть у себя вот здесь на подоконнике столько снега. И самое необычное, что можно у себя увидеть, посмотрите. Это сосульки. И они, наверное, сантиметров 30. Огроменные. Конечно, уже тают. Копель. Знаете, ощущение будто весна. Сосулиным в Краснодаре не суждено было долго жить. И они под мои крики и удивление упали. Такой треск прям был. Я, конечно, не ожидала. Глубина такая отвалилась. Ну, это опасно вообще-то. Хорошо, что они упали на козырек подъезда. Не смогла не поддаться искушению. Все-таки вышла на улицу. Так что всем привет. Хочу вам показать, какая обстановка на следующий день после того, как выпал в Краснодаре снег. Какие у нас улицы. И сейчас снег тает. И, конечно, грязюка. Около подъездов, правда, уже все почистили. И видела вчера еще как вечером ехали снегоуборочные машины. Чистили Ставропольскую. Вот как раз чистят у нас во дворе дорожки лопатами. Детям, конечно же, в радость, что столько снега. Перед Новым годом настоящий подарок. Во всех дворах за вчерашний, за сегодняшний день появится очень много снеговиков. Самое необычное, наверное, что можно увидеть для северного человека на юге, это когда вот такие вот зеленые растения, да, они находятся под снегом. А еще интереснее выглядят пальмы или юки под снегом. Альбом сад Продолжение следует... Ближе к Новому году по всему городу начинают появляться вот такие вот елочные базары, где можно купить не только елку целую, но и веточки. Кстати, вот ветки очень пользуются спросом. Посмотрите, как приходится сейчас людям переходить дорогу. Все тает, это грязь, конечно же. Можно замочить ноги. Краснодарская зима больше похожа на весну, когда все начинает таять. Приход зимы в южные города всегда оказывается неожиданным. И, как правило, южные города не готовы к приходу зимы. И снег, хоть мы и радуемся ему, но он становится причиной многих дискомфортов. Например, пробок, заторов на дорогах. Что касается парков и скверов, то они меняются до неузнаваемости. Сейчас я нахожусь в сквере недалеко от Вишняковского рынка. И согласитесь, он не похож на себя в любое другое время года. Чего только стоят эти заснеженные лавки и деревья с листьями, еще на минуточку, укутанные все снегу. Гуляя по скверу, вспомнила часть своего стихотворения, которое было еще написано давно на севере. Хочу его вам зачитать. Присяду на эту заснеженную качельку. Как красив зимою парк. Услан белую простынкой. Словно в море ясном барк, Исчезает в темной тыньке. И не виден старый клён, Тот, который был зеленый. Лишь пропитан небосклон, Чистым воздухом ядреным. А вы когда-нибудь видели снеговиков в маске? Год дает о себе знать. Даже снеговик не хочет болеть. Лишьниковский сквер очень преобразился. Посмотрите, какие олени заснеженные. Хочу посмотреть, какой снег. Сегодня он вообще не лепится. Вот вчера можно было играть в снежки, А сегодня он очень рыхлый. И всё равно дети умудряются как-то лепить. Играть в снежки у меня не получается. Это надо, наверное, брать такой снег, Который уже начинает таять. Это, наверное, из земли, как я предполагаю. Ещё обязательно, когда выпадает снег, Я люблю вот так вот лицом в него окунуться. Ну всё, я сейчас со сраем буду. Снегопад. Так как я учусь со второй смены, То у меня только что закончились пары. Я вышла с университета. Учусь, кстати, в Кубике. Кубанский государственный университет. И хочу вам показать, Как вуз украсили к Новому году. Кстати, в этом году вузу 100 лет исполнилось. Также 100 лет исполнилось нашему факультету. Моему историческому факультету. И вот здесь на центральном входе Поставлена вот такая вот красивая ёлочка. Очень она уж красиво выглядит сейчас под снегом. А вот так вот украшен университет. Очень красиво. В первый раз я увидела, Что сделали вот такую вот подсветку. И надвис Новым годом прямо на стенах университета. До этого я не видела, чтобы такое было. Я думаю, что это нововведение. В этом юбилейном для университета году. Мы сейчас находимся также на территории университета. Это один из входов со стороны экономического факультета. И здесь вот недавно, посмотрите, На входе поставили вот такой вот куб. Куб мудрости. Крутится и светится. Очень символично. Отлично. Редактор субтитров А.Семкин